В лагере «Солнышко» отравились более 40 детей. В медицинском пункте им оказали первую помощь, а уже после отправили в лечебное учреждение. Итог. 22 человека оказались на больничной койке, 17 от госпитализации отказались. Роспотребнадзор вынес вердикт. Детский лагерь до выяснения обстоятельств случившегося закрыть. Подробности у Анастасии Куклевой. Детский оздоровительный лагерь «Солнышко» закрыт на замок. Посторонних на территорию не пускает охрана. Всех детей отсюда вывезли еще ранним утром. Первая смена для них закончилась через 5 дней после открытия. Сейчас 10-летний Вячеслав уже дома. Но еще днем ребенок находился в инфекционной больнице. После обеда в детском лагере «Солнышко» мальчику стало плохо. Из диагноза самоотравления ребенка отправили в больницу. Вырвало, мне стало очень плохо. Я пошел к доктору, выпил лекарство «Уголь» и пошел в домик спать. Потом просыпаюсь где-то в 11 часов и хотел в туалет идти. Иду, у меня как-то комок в горле застрял, меня очень сильно вырвало. Сообщение о массовом отравлении на пульт скорой помощи поступило накануне вечером. В детский лагерь вместе с бригадой скорой помощи выехали исследователи. Всю ночь на территории лагеря они проводили проверку. Нами незамедлительно был осуществлен выезд на место происшествия, где проведен осмотр места происшествия самого территории данного лагеря, а также осмотрено кухонное помещение. По результатам данного осмотра нами были изъяты 40 образцов непосредственно той пищи, которую употребляли данные дети. И также нами была изъята документация, содержащая именно эти приходы по продуктам. В следственном комитете мы встретили самого руководителя оздоровительного лагеря. Туда Александра Попова вызвали на допрос. Мужчина признается, что это первый случай отравления у него в лагере. Причину пока он назвать не может. Но заверяет, что если выяснится, что это вина сотрудников лагеря, они тут же будут отстранены от занимаемых должностей. В настоящее время все дети у нас вывезены. По заявлениям забрали их родители. Сейчас мы разберемся с создавшейся ситуацией, упорядочим нашу работу и будем планово работать по графику. Кадры заменим, если именно в них вопрос. Побывали в лагере представители общественной палаты региона. Они увидели, что продукты, из которых готовили еду детям, хранятся с нарушением. А в урнах рядом с детскими домиками ревизоры нашли бутылку из-под алкоголя. Такая картина повергла общественников в шок. Не понравилось проверяющим и санитарное состояние домиков. Очень много паутины. Говорят, каждый день ее сметают, но паутины действительно много. Что понравилось, то, что есть даже умывальники с горячей водой. Это стоят бойлеры, хотя и на улице. Но умывальники достаточно далеко от туалетов расположены, достаточно далеко от столовой. Между тем, это первый случай подобного ЧП в лагере. Он является спортивно ориентированным. И никаких нареканий у большинства родителей к руководству лагеря нет. Надзорным органам предстоит большая работа по установлению причин произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.